здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и сегодня мы разбираем одну интересную модель у девчонки очень интересная очень не понравилось от вас опять же от вас вот она я вам ее показываю значит у нас будет две детали всего на эту кофточку кофточка туничка я бы сказала вяжется она очень как бы уже знакомым нам способом есть у меня и кардиган этим способом и топ вот наподобие топа только с небольшими нюансами чуть-чуть по-другому сейчас я вам разберу детали кроем вот вырезала как бы из ткани как бы детали которые должны быть вот и покажу как его собрать так что смотрим внимательно значит основываться будем все мерки и все как бы расчеты мы проводим основывать на деталь переда вот она у нас такая деталь переда вот как же она выглядит и как нам измерить вот полу обхват бедер без припусков девчонки все припуски будут на задней детали вот она основная мерка x это полу обхват бедер вес припуска и мы набираем этот полу обхват бедер внизу я вижу валик из лицевых петель я так понимаю но там машина и вязка нам нужно максимально адаптировать это все дело вот до понятное дело что там она вяжется по другому машинка но сам принципе я вам рассказываю значит как как она сконструирована значит набираем здесь либо резинка либо валик этот либо еще какой-то ажурный край это уже на ваше усмотрение вот вяжем ровно до я так понимаю сантиметра 15 не довязывая вот если смотреть то есть здесь у вас еще должна быть одна мерка длина изделия по переду вот длина изделия видим да что спинка у нас длиннее перед короче длина изделия по переду вот и не довязывая 15 где-то сантиметров мы начинаем здесь делать небольшие скосы где-то один раз по одной петле в четвертом ряду на протяжении 15 сантиметров вот сделали мы он возможно даже и больше девчонки нет вот это как бы давайте так 10 сантиметров один раз в четвертом ряду и пять сантиметров пять сантиметров один раз во втором ряду вот уголочки я там вижу что они там достаточно как бы круче а вот так вот загнуты вот одновременно там где мы начинаем делать вот эти по 5 сантиметров мы вот здесь вот вяжем незаконченными рядами делая углубление горловины тоже по одной петле я бы оставила центральной петли одну треть а здесь по одной петле он вышла бы на такой как бы эффект горловины далее если вы хотите тоже валик то вот сделайте незаконченные ряды соедините вязание и пробежите несколько рядов лицевой гладью чтобы закрутился валик вот да это основная деталь вот на которую мы основываемся и ляжем ее первую вот я вырезала да ну и она выглядит у меня как этот перед которые мы связали с этими скосами далее девчонки что мы делаем спинка спинку мы набираем вот таким вот образом отсюда значит длина детали у нас здесь должна быть вернее ширина до этой детали вот эта длина плюс вот сколько у вас высота ну да длина этой детали плюс где-то 20 25 сантиметров но это зависит девчонки от того насколько вы хотите эту разницу до между деталями и вяжите лицевой гладью вот это вот полотно для краев я бы рекомендовала конечно же вязать последнюю кромочную лицевой чтобы не заворачивалась валик или даже петли 2 3 по краям лицевой гладью вплоть до того что кромочная тоже лицевая вот я оставлю ссылку на топ который я разбирала вот по такому же принципу посмотрите там я на образцах показываю здесь она просто сам принцип тот же только чуть-чуть усложненные как был совершенствованные детали вот и вяжем мы в длину а вяжем в длину девчонки знаете сколько вот мы вяжем набрали мы петли да вот смотрите вот моя деталь здесь плюс 20 сантиметров и я вяжу допустим отсюда туда и при этом я уже основываясь на вот эту вот деталь буду мерить эту детальку значит рукав у нас складывается вот таким вот образом до его сошьем и теперь я прикладываю деталь переда вот таким вот образом и далее складываю вот смотрите я отрезала а мне этого много то есть вы будете вязать до того момента вот вяжите вы здесь уже вы только будете по детали так много то есть вы вот прям на спицах это полотно даже можете начало как бы провязать сюда сложить этот конвертик приложить переднюю деталь пометить середину до середины вы довязали отмерили сколько у вас здесь длину и вяжите то же самое еще одну деталь вот это касается и в итоге у вас получается вот такие вот две детали только складывая не знаю как его проверить потому что здесь получается у нас потом уже уходит вот так вот сейчас я соберу это все дело сошью чтобы вы понимали саму конструкцию потом значит по итогу что у нас это уже понятно да вот здесь вот мы просто вяжем прикладывая вот эту деталь всю как я объяснила лицевой гладью значит здесь девчонки если вы будете вязать вот по краям несколько рядов несколько петель платочной гладью вам уже ничего не надо будет не обязывать ничего все у вас здесь будет красиво значит первым делом что я делаю я складываю вот эти вот конвертики углы по краям и сшиваю вот эту вот часть при этом оставляю отверстие там 15-20 сантиметра на рукав и другой стороны то же самое я делаю оставить рукав так есть теперь вот такая вот такая вот деталь у нас получается вот если ее ровно сложить вот так вот то она выглядит вот образом ровненько теперь мы будут прикладываем вот эту вот деталь но вы обратите внимание в оригинале у нас спинка шире чем передняя деталь застега достигается это вот этим вот маневром то есть мы подвигаем вот это вот что у нас здесь есть мы подвигаем совмещаем с передней деталью тем самым смотрите спинка у нас расходится вот таким вот образом к низу и создает как бы эффект припуск когда-то тот того который мы не добавляли по сути и решиваем рукав у нас там видно хорошо что он не посредине детали он смещен вниз конечно же опять же предвижу все фи которые скажут что неудобно но за счет того что она будет свобода неудобно но эффектно и красиво по моему мнению не заезжено симпатично вот использовать как тунику особо руки не поднимать вот зато я считаю эта модель очень классно будет на полненьких девушках и скрывать все недостатки вот значит а все если у вас есть какие-то идеи разобраны им присылание инстаграм ссылка будет в описании под видео добавляемся девчонки в instagram не нужно добить до 10 тысяч так и здесь тоже самое так конечно это надо было булавочками сколоть вы наметайте потом пришивайте вот ну и понятное дело если уж вам конечно захочется подробный мастер-класс то я может быть и свяжу эту тунику и сама бы наверно бы ее носила летом вот а если не за все понятно то все понятно то пишем просто все понятно в комментариях чтобы какое-то движение в комментариях было вот так вот и все вот такая вот у нас получается деталь тут если мы сделаем эту видите вот так вот это выглядит все дело это понятное дело что навязанной навязанном полотне это будет совсем по-другому выглядит ну на тканюшке я вам просто показала сборку этой всей детали и вот смотрим да здесь у нас все сядет по плечикам выбирайте конечно же такую какую-то шелковую летнюю пряжу такую совсем воздушную которая хорошо будет драпироваться вот это самый главный принцип пряжи я не думаю что уйдет много просто толстые спицы рыхлое такое вязание опять же чтобы она падала и драпировалась вот и грамм 200-300 не больше до 300 даже нет 200 при большой как бы большом витраже с головой хватит на летнюю туничку но все девчонки я думаю я все объяснила на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока